Отсрочки, льготы, ипотека для айтишников. Есть легкое ощущение, что у нас как-то очень незаметно возникает культ их личности. Что десятки тысяч покинувших страну специалистов, это и есть цвет нации. И надо вернуть их, чего бы это ни стоило. Профильное министерство даже готовит специальную программу релокации айтишников, разрабатывая новые меры и гарантии, которые должны успокоить уехавших, но, кстати, не уволившихся спецов и сподвигнуть их на возвращение. Ну, я думаю, они посидят, посидят и вернутся. Но в целом, мне кажется, здесь не столько материальные меры нужны, сколько меры пропаганды, что ли, успокоения. Это связано, скорее, с какой-то такой тонкой душевной организацией наших айтишников. Они, в общем, люди непривычные. Они все молодые, да, они очень сильно связаны с Западом из-за того, что у нас большинство технологий было иностранного производства и работают они на иностранном, в основном, железе. И вот этот вот такой слом системы, их, конечно, приводит в трепет, но их надо вот успокаивать. Для того, чтобы успокоить и побудить релокантов вернуться, предлагается ввести гарантированную бронь от призыва в армию и от мобилизации, а также оплату перелета в Россию. Для невернувшихся планируют кнут, повышение налогов, запрет на удаленную работу из-за границы и прочие заградительные меры. Профильное министерство, правда, опасается, что из-за этого Россия может потерять своих айтишников навсегда. Но перспективы относительно жить там, а работать здесь, судя по всему, сужаются. Для айтишников из госсектора, скорее всего, в ближайшее время такой вариант вообще перестанет существовать. Об этом косвенно говорит взрывной рост вакансий для айти-специалистов. По данным Headhunter, за неполный январь количество вакансий в России составило почти 60 тысяч, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это как раз может быть связано с тем, что ряд компаний начали сокращать свои заграничные кадры, чтобы нанять специалистов, которые физически находятся на территории России. Между тем, на мировой бирже труда айтишников становится все больше и больше. Ведь с начала января сокращением штатов занимаются мировые цифровые гиганты. Так они уменьшают раздутые в пандемию штаты. Microsoft – около 11 тысяч человек. 18 тысяч сотрудников намерен уволить Amazon. В Google называют цифру 12 тысяч работников. Все они становятся конкурентами русским айтишникам на мировом рынке труда. Кроме этого, принципиальную позицию не работать с релакантами занимают в России как крупные, так и региональные компании. А какое доверие будет к этому специалисту? Вот просто, то есть, как я могу доверить ему разрабатывать продукт, который будет потом, не знаю, в регионах тиражироваться? То есть, вообще, как я могу доверить ему какую-то, там, коммерческую тайну, что-то еще? Если он в стол уехал. Как я могу довериться ему, как члену команды? Если я сегодня рассчитываю, распределяю, как, не знаю, темлит нагрузку, а завтра его нет. Немало, кстати, тех, кто над попытками наших властей придумать пряники для возвращения откровенно насмехается и говорит, что ни за какие ковришки на родину они не вернутся. И эта бескомпромиссность наталкивает на мысль о том, что подходы к развитию отечественного рынка айтикадров стоит пересмотреть и делать ставку не на этих товарищей, а на новое поколение специалистов, которых, даст бог, у них будут немножко другие ценности. Безусловно, не будем никого обманывать, да, хорошие специалисты нам нужны, но мы также понимаем, что насильно мил не будешь.